Приветствую всех на моей кухне. Сегодня я хочу показать вам, как я мариную и как я готовлю красную капусту. Красная капуста осенью и зимой раскрывается во всей своей красе. Но не буду долго вас томить, приступим. Все ингредиенты, которые я буду применять при приготовлении красной капусты, вы найдете на моем канале под видео. А для рецепта мне понадобится красная капуста, 3 яблока, растительное масло. По-хорошему было бы, конечно, неплохо гусиный жир, но у меня его на данный момент нет. Красное вино, можно сухое, можно сладкое. В принципе, красное вино для красной капусты без разницы какое. Брусничное варенье, винный уксус. Уксус должен быть не обязательно винным. Он точно также может быть и столовым и яблочным. У меня 5% кукурузный крахмал, 3 лука, шалот. Как таковой лук я сам добавлять не буду. Вы знаете мою слабость, лук я не ем. Но если вы любите и будете готовить с луком, то это ваше право. По специям. Значит я возьму одну корицу, 2 лавровых листа, половинку бадьяна, 3 гвоздички, 5 душистых перцев, 5 можжевеловых ягод. Можжевеловые ягоды я предварительно раздавлю. И перец горошком белый или черный значение не имеет. Вот такую небольшую горсточку. Для начала я лавровый лист, корицу и бадьян уберу в сторону. А остальные специи отварю в кипяченой воде 15 минут в небольшом количестве. И затем отброшу сито. Мне нужна будет только жидкость. Капусту я разрезал на 4 части, ударил в кочерыжку и располовинил еще раз. В общей сложности порезал капусту на 8 частей. После чего я ее нашинковал. Я это сделал на овощерезке. Вы можете это делать на овощерезке, на комбайне или ножом. После того, как я нашинковал капусту, я слегка ее присаливаю и немного разомну, чтобы она у меня стала мягкой и пустила сок. Так, ну вот, друзья мои, специи мои выварились. Я добавляю сюда пол-литра вина и 100 миллилитров уксуса. И все это дело я пропускаю через сито. Почему я так делаю? Чтобы мне потом в капусте, в готовой капусте, чтобы я не наталкивался, чтобы мне не попадало на зуб ни гвоздика, ни перец, ни можжевеловые ягоды. А вот лавровый лист, бадьян и корица, их я найду без проблем. Поэтому я их оставляю. Я буду варить капусту завтра. Она у меня должна ночь помариноваться в холодильнике. И так до завтра. Прошли ровно сутки с того момента, как я замариновал капусту, которая находится на холодильнике. Теперь я ее достал, слил весь маринад, который находился в капусте и начинаю ее приготовление. Для начала я пассирую лук. Пассирую слегка, чтобы он не принял свет. А затем помещу сюда всю капусту. Ну все, лук у меня готов. Я отправляю сюда всю красную капусту. Так, капуста у меня вся в сковороде и я заливаю сюда сразу же наш маринад. Накрываю крышкой и тушу на медленном огне. В этот момент, пока у меня капуста тушится, я займусь яблоками. Кожицу с яблок я полностью счищаю. Яблоки режу на 4 части и удаляю сердцевину. И режу на такие средние кубики. Капуста слегка уплотнилась и теперь самое время добавить яблоки. Опять же, накрываем крышкой и тушим дальше. Так, капусту я свою перекинул в 6-литровую кастрюлю, потому что было неудобно мешать. Сковорода, оказалось маловато для этих целей. Ну в общей сложности капуста у меня уже тушится под крышкой полтора часа. Корицу я уже давным-давно выбросил, потому что имейте ввиду, корица она очень интенсивная. Поэтому заранее, время от времени пробуйте капусту, чтобы, как почувствуете, что корица начинает уже преобладать, то обязательно ее удалите. Так, ну вот теперь самое время добавить брусничное варенье. Жидкости осталось совсем немного. И вот эту жидкость я сейчас кукурузным крахмалом загущу. И можно выключать. Наша капуста готова. Ну вот, друзья, по истечению почти двух часов капуста моя готова. Я поднесу ее немного поближе. Капуста получилась отменная. Значит, по весу, в общей сложности, у меня получилось по весу 1 кило 950 грамм. Если мы будем считать, что на каждого человека примерно 150-160 грамм, то у вас красной капусты 12 порций. Ну, у меня, как обычно, есть еще маленькое послесловие по красной капусте. Значит, смотрите, я рассасовал капусту по маленьким пакетикам, не завязывая. Вот так, плоско. И теперь я ее могу просто-напросто, я ее возьму и заморожу. Такая капуста может храниться в морозилке у вас спокойно до полугода. Я думаю, за это время вы ее съедите. Достал порцию, разогрел, съел. Да, и не забудьте капусту переложить пекарской бумагой, а то иначе она у вас вся слипнется. Помните об этом. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии на моем канале, ставьте лайки. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!